Русская народная сказка «Гуси-лебеди» Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. Доченька говорила мать, мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, а сама побежала на улицу гулять. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, смотрит, а братца нету. Ахнула, кинулась его искать туда-сюда, нет нигде. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела. Метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава о том, что они маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала-бежала, увидела, стоит печь. Печка-печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка ей отвечает, съешь моего ржаного пирожка, скажу. Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки пшеничной не едятся. Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки садовые не едятся. Яблонька ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки сливочки не едятся. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонился к вечеру. Делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке. С одним окошком. Кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лавочке сидит братец. Играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? Я по мхам, по болотам ходила. Платье измочила. Пришла погреться. Садись, покуда кудель вязать. Баба-яга дала ей веретену, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей. Девица-девица, дай мне кашки. Я тебе добренькое скажу. Девочка дала ей кашки. Мышка ей сказала. Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест. Сама на твоих костях покатается. Девочка сидит ни жива, ни мертва. Плачет, а мышка ей опять. Не дожидай, бери, братца, беги, а я за тебя кудель поприду. Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает. Девица, придешь ли? Мышка ей отвечает. Приду, бабушка. Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала. Гуси-лебеди, летите в погоню. Сестра братца унесла. Сестра с братцем добежали до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди. Речка, матушка, спрячь меня. Поешь моего простого киселька. Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали. А гуси-лебеди воротились навстречу. Вот-вот увидят. Что делать? Беда. Стоит яблоня. Яблоня, матушка, спрячь меня. Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали. Налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. Печка, матушка, спрячь меня. Поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь. Съела в устьице. Гуси-лебеди полетали, полетали. Покричали, покричали. И ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо. И вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...